Ну вот, поставили этот гидромолот. Еле-еле подсоединили. Еле-еле, как говорится, заработал. Сейчас тут долбить надо. Это территория бывшего завода ВЭФ. Здесь какие-то колодцы непонятно с чем. Ёлки-палки крепкие, но кирпичи-то ладно. Под кирпичами какой-то бетон. Не знаю, при царях горохах ещё, наверное, бетонировали здесь всё, заливали. Уже мучаюсь часа три. Вот столько всего лишь раздолбал. Сразу вспомнились мне рассказы о том, как в Риге собирались делать метро. И ВЭФ вроде бы как одна из конечных точек, что ли, метрополитена рижского. И попадались в жизни ребята, которые упорно доказывали, что именно вот в районе ВЭФа, под ВЭФом, уже начали это метро строить. И здесь уже что-то есть какие-то, типа как станция какая-то. Ладно, если рук хватит, попробуем подолбить. Ну вот, молоточек такой. Я много показывать не буду, потому что надо придумать чем-то камеру зафиксировать. А вот, локтём можно. Ну вот такая вот фигня. Это кирпич, это всё ерунда. А вот это вот, это просто ужас. Сейчас попробуем. Покажу. Немножко подолбим по бетону и всё. Потому что очень неудобно. Я просто хотел ещё снять процесс разборки-сборки этого. Ну, скажем, не разборки-сборки, а замены штока вот этого на гидромолоте. Многие, сколько я видел людей, почему-то очень боятся или сомневаются, что там, мол, очень сложно что-то. На самом деле ничего там сложного нет. Я вот, например, на буровых работал. Бурили скважины с применением пневмомолота. Так там гораздо сложнее конструкция этого самого молота. И то, если красиво подготовить рабочее место, скажем, какую-нибудь фанеру постелить или доски, и положить этот вот-вот, и красиво разбирая все эти мелочи, последовательно красиво всё складывать рядышком, чтобы потом забрать. Ничего я не вижу в этом сложного. Здесь же, на этом гидромолоте, который вот сейчас используется, здесь всего лишь стопорный такой палец со стопорным колечком. Колечко, я не знаю, здесь, может быть, колд какой-то. Но есть на стопорных колдах таких, есть на стопорных кольцах. Кольца, по-моему, применяются чаще. Его вытаскиваешь, и штырь просто вываливается. Вот и все дела. Почему люди так боятся? Ну ладно, подолбим. Как-нибудь доберемся мы до этого гидромолота, если, конечно же, в этом будет нужда. Кольца. Немножко как-то вскользь пошел. Только мы сейчас сделаем под углом. Видите, можно самое разное положение придавать. К этому делу. Но еще одно хочу сказать, почему очень многие заказчики, имеющие свои экскаваторы, и даже имеющие свои гидромолоты, не хотят, потому что не хотят задействовать свою собственную технику в этом деле, заказывают со стороны. Потому что работая гидромолотом, особенно если очень долго, просто разбивается экскаватор, разбиваются соединения, пальцы, втулки, и восстановить это просто ужас. Разбивается не только палец, но и та втулка, то место, в котором он сидит, этот палец. Итак, поехали. Немножко по ходу придавливаем, есть гидромолоты, которые сразу, типа как пневматические, срабатывают просто, как только прижал, штырь к чему-то твердому, он сразу начинает работать, типа как отбойные молотки. А есть такие, которые недостаточно прижать. Сначала прижимаешь, потом вот кнопку или педаль дополнительная подключается. И тоже тут с этими, этот на кнопке, и тоже объяснил сначала, один, и потом, как оказалось, что вроде бы вот на правом рычаге из этих трех кнопок вот эта вот должна быть. Проверили, вроде бы как официально, да, действительно она. Но на самом деле, черт побери, на этом рычаге, вот с той стороны кнопка есть, вот здесь под указательный палец. Видите, вся электроника помененная, а хотя, может быть, этот и есть тот самый, та самая кнопка. Ну, вот такие вот пироги. Пока, наверное, хватит, потом еще что-нибудь.